Всем привет ребят, с вами Вула на ваших экранах или Dangerous И как вы поняли из названия видео мы поговорим с вами о фарме Последние несколько недель экономика в игре постоянно меняется Цена на товары постоянно то падает, то возрастает Майнинг стал пока что не самым выгодным предприятием для заработка Потому что, во-первых, цены постоянно на всем меняются Найти где что-то продать подороже очень сложно Даже несмотря на то, что количество минералов, на которых цена поднялась, стало больше Все равно даже их продать весьма сложно Поэтому, имея такую нестабильную экономическую ситуацию в игре Стал вопрос начать заниматься чем-нибудь другим Разумеется, вначале у меня были такие варианты, как заняться торговлей Либо возить пассажиров, либо просто-напросто войти в бои Но для боев желательно иметь, конечно, уже заинженеренный фит Торговля хоть и стабильная вещь, но найти какие-то торговые пути Которые будут приносить хотя бы по 20 миллионов заходку Это при грузоподъемности все 150 тонн Ну, это то есть если летать на Тайпе 9 Весьма сложно Не то, что сложно, а очень сложно Да, конечно, есть более дешевые торговые пути Там по 10 миллионов, по 15 миллионов Но это уже не так выгодно С переводками пассажиров, конечно, все дела обстоят получше Там заработок хороший Но не забывайте, для переводки пассажиров вам требуется достаточно большой и вместительный корабль Такой, как Белуга Лайнер Либо Империал Каттер И то, и то, разумеется, требует больших вложений Но, скажем так, тот способ, о котором я расскажу сейчас Требует меньше вложений Но, разумеется, тоже требует Ребят, не забывайте Для того, чтобы много фармить Придется, скажем так, и много потратить с самого начала Потому что без нормальной грузоподъемности Особо ничего не сделаешь И тоже касается именно вот этого способа Для начала поговорим о том, что нам понадобится А именно Питон Питон самый вместительный средний корабль Который может поднять при полном загрузе за 280 тонн И при этом его стоимость обойдется вам немножко меньше Чем если покупать Белугу или Империал Каттер для перевозки пассажиров Дорогие модули тоже сюда ставить не понадобится Единственное, что вам нужно будет, это ФСД Чтобы хотя бы прыгать, ну, хотя бы на 20 световых лет Во все остальные слоты я советую засунуть полегче оборудование С индексом Д Для тех, кто не в курсе, индекс Д на предметах Означает, что этот предмет самый легкий На своем уровне, разумеется Оружие нам здесь не нужно, внешне нам особо здесь не понадобится И единственное, что нам требуется Это в дополнительных Все заложить стеллажами Можете оставить разнообразные помощники Типа модуля помощи в гиперкризисном режиме Или стыковочный модуль Все-таки парковаться по этому способу будете очень часто Потому что по факту мы будем заниматься просто-напросто Перевозками А вот где, это как раз-таки очень важно И заниматься мы этим будем в системе HIP 52461 На ней есть такая станция, как Ройстоп Именно поэтому нам нужен был средний корабль Потому что она имеет только среднюю площадку для посадки Какой-нибудь огромный большой вместительный корабль Типа Тайп 9 вы сюда не посадите Именно поэтому Питон единственный вариант Ну а дальше все просто Отсортировывайте квестики по доставке И начинайте качать репутацию у НПС Советую возить квесты в 4 системы Это Джираджа Джула Ну, Чельминьонтис И Энгалона Самая неудобная система из всех этих 4 Это Джираджа Потому что ее станции находятся очень далеко То есть, ну, приходится действительно полететь еще внутри системы А самая удобная при этом Джула Потому что у нее станция находится очень близко И вот самые выгодные квесты Возить именно сюда Просто потому что быстрее И не надо долго лететь внутри системы Сейчас вы, наверное, задаетесь вопросом А для чего это вообще делать? Потому что, блин, прокачка репутации Это долго Потому что, да, вам придется полетать, наверное, вплоть до, ну, 5 часов Для того, чтобы качнуть репутацию Зарабатывать вы, конечно, в этот момент будете Но, ну, совсем небольшие цифры Это чисто так символически Более того, я советую даже, когда вы будете летать по квестам Брать в качестве награды не деньги То есть кредиты А репутацию Для того, чтобы как раз таки быстрее эту самую репутацию поднять И вот когда вы уже поднимете репутацию до союзной То есть до вот этой последней черточки НПС начнут вам выдавать очень, очень дорогие квесты Ребята, это очень много денег за квест В который нужно просто отвезти товар Вам вообще ничего не нужно практически делать Просто взять товар и отвезти Как видите, квесты очень дорогие Прям капец какие дорогие И занимают времени очень мало То есть по факту вот этот квест На 37 миллионов Я сделаю, ну, если постараться То в принципе за 5 минут спокойно А так как я, к примеру, возьму здесь еще один квестик К примеру, вот на 14 миллионов То я сразу за один полет Ну, допустим, в разную систему Еще там потрачу 5 минут За 10 минут заработаю больше 50 миллионов То есть в среднем приблизительно, ребят Если сильно не напрягаться То есть прям не потеть очень сильно Там летать без помощников Потому что без помощников летать действительно быстрее Помощники вас замедляют Просто потому, что помощники летают по средней скорости И самолично корабль посадить гораздо проще И прилететь к любой системе тоже гораздо проще Хотя нет, не так, не проще, а быстрее Как раз таки прилететь не проще Потому что вы управляете сами кораблем Сами своей скоростью Но при этом вы летите быстрее Но даже если пользоваться помощниками Сильно не лететь То в среднем за час вы сможете сделать вплоть до 200 миллионов это просто нереальный фарм просто нереальный в данный момент я даже не знаю настолько менее трудозатратного и при этом прибыльного фарма единственный форс-мажор который может произойти это то что на вас нападут пираты но так как вы выполняете задания они практически всегда прилетают и так как это задание не на звено уйти от этих пиратах не представляет вообще никаких проблем тем более если учитывать что лететь мы будем на питоне а он достаточно маневрен и еще один дополнительный плюс к этому фарму заключается в том что так как вы выполняете квестики вы будете дополнительно качать ранг империи главное только еще не забывать выполнять вот такие задания с переходом на ранг как видите ребят фарм вполне себе рабочий и очень даже выгодный как я и сказал вплоть до 200 миллионов вы можете поднимать спокойно но только при прокачке да все таки придется немножко сначала развиться немножко пожертвовать своим временем для того чтобы потом нормально зарабатывать и это в целом нормально то есть хочешь зарабатывать будь удобно приложение множку усилий покачайте репутацию и будут у вас такие же квесты и будете зарабатывать много 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 кредитов при том что не тратя на это особо много времени ну а на этом все друзья я надеюсь вам понравилось это видео оно возможно будет вам полезным но пока что подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!